План по налоговым поступлениям за 2023 перевыполнен на 600 миллионов рублей. По вливаниям в бюджет лидирует подоходный НДС. Беларусы стали активнее уплачивать сборы добровольные, почти 99% населения. Одна из главных задач в ближайшее время – полная цифровизация процесса. Кроме того, в перспективе через год перейти на новое кассовое оборудование. Беларусь вошла в топ-3 мирового рейтинга с самым дешевым молоком. Стоимость продукта в стране чуть больше 2 рублей. В прошлом году произведено рекордное количество – 8 миллионов 140 тысяч тонн, на 6% больше, чем в 2022. В планах на 2024 – 8 миллионов 600 тысяч тонн. В стране изменены сроки регистрации на централизованное тестирование. В этом году она пройдет с 9 по 22 апреля. До самых главных экзаменов у абитуриентов остается меньше 4 месяцев. 27 мая – дата ЦЭ и ЦТ для выпускников прошлых лет по предмету на выбор. 30 мая – по белорусскому или русскому языкам. 3 июня – ЦТ по всем учебным предметам. 10 февраля с 9 до 12 часов районные администрации и исполнительный комитет проведут прямые телефонные линии. На повестке дня – обсуждение экономики, инвестиционной деятельности, предпринимательства и заработной платы. Также разговор коснется вопросов жилищной политики, градостроительства, связи, транспорта и коммуникаций. В Бобруйске проходит неделя нулевого травматизма. Главная цель – обеспечение безопасности и здоровья сотрудников на рабочих местах. Предотвращение случаев производственного травматизма в организациях путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.